Щёлковская земля колыбели отечественной космонавтики. Лучшие выпускники Монинской военно-воздушной академии и Центра подготовки космонавтов покорили космос. Годовщине легендарного полёта Юрия Гагарина Центральный музей ВВС открыл выставку «Российская пилотируемая космонавтика. 60 героических лет». На ней представлены редкие предметы и экспонаты собственной космической коллекции музея, а также вещи из собраний Лётно-исследовательского института имени Громова и Музея продовольственной службы Минобороны. Взять, к примеру, космическую еду. Современный рацион экипажа МКС музей подарила делегация из Центра подготовки космонавтов. Поначалу вообще плохо представляли, как нужно принимать пищу. У Гагарина одна из задач была попробовать принимать пищу в космосе. Известен довольно интересный случай, когда космонавт Леонов участвовал в экспедиции «Союз Аполлон» в 1975 году. То он разыграл американских астронавтов именно с помощью тюбиков. На борщ наклеил напитку русская водка. И предложил после того, как экипажи объединились, отметить это событие. Американцы, естественно, перепугались, начали заветоваться с Хьюстоном. Ну, на что ли он сказал, что, извините, это розыгрыш был. А в этой витрине лётная форма первого в мире командира двухместного космического корабля «Восход-2» слушателя Монинской военно-воздушной академии Павла Беляева. Его именем, кстати, названа улица в Щёлкове. Музей собрал серию из трёх экспериментальных беспилотников семейства «Буран». «Бур-4» и «Бур-5» побывали в космосе. Беспилотный орбитальный ракетоплан – предшественник знаменитого «Бурана». Вернее, его копия, уменьшенная в восемь раз. Учёные обнаружили, что при спуске этого ракетоплана сильно обгорает его кромка. Тогда было принято решение внести конструктивные изменения, благодаря чему «Буран» улетел в космос, а затем благополучно вернулся. А так могла выглядеть следующая модификация «Бурана». Разрабатывая конструкцию с причудливыми антеннами, инженеры добивались устойчивой радиосвязи при спуске экипажа на Землю. Программу закрыли, но проблема актуальна до сих пор. К диковинным пилотируемым аппаратам относится экспериментальный образец «ЭПОС». По задумке конструкторов, аппарат должен был состыковываться со спутниками. «ЭПОС» так и не стал космическим кораблём, но его испытания оказали большое влияние на позднесоветскую космонавтику. Первыми же, кто проложил дорогу в космос, были стратостаты лабораторий серии «Волга». На них тренировались в высотных прыжках Василий Лазарев и Иван Камышев. Испытывались скафандры, без которых немыслима работа в космосе. На большой высоте, вы знаете, атмосфера разряженная, там человек должен находиться в скафандре и дышать кислородом. Гондола этого стратостата, вы видите, по форме напоминает спускаемый аппарат Юрия Алексеевича Гагарина, корабля «Восток», на котором он возвращался. Не было бы истребителей, не было бы и космонавтики. На открытой площадке музея исторический МиГ-15УТИ на нём с околозвуковой скоростью оттачивал лётное мастерство первый звёздный отряд во главе с Юрием Алексеевичем. Истребитель МиГ-15УТИ привезён из звёздного городка. На нём наши космонавты отрабатывали и лётные программы, и в том числе и космические. В частности, на нём отрабатывалось поведение организма, действий в условиях невесомости. Что не летательный аппарат, то завораживающая история. Захотите узнать больше, закажите экскурсию в музее ВВС. Любые вопросы о пилотируемой космонавтике приветствуются. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.